...банка с пробитым внутри стволом и стороном, который припил деревянную грузку. И стрелял из него два человека. Один держал и наводил на стрель, второй производил выстрел, поднося запального отверстия, уставил на штырь, сливок, лея и петель. Первое упоминание на руси о таком оружии, как ручница, ручница, встречается название как тюкяк, это все одно и то же оружие, относится к 1382 году. Через два года после Куликовской битвы, обороны бурной Москвы от порт Схана Тахтамыша. Но эффективность такого оружия была очень низка, и попасть в человека с расстояния 20-30 шагов было практически невозможно. Но поначалу это оружие имело большой эмоциональность. Но представьте себе, мчится рыцарская конница. Люди и кони закованные в железо. Такая железная армада, которая сметает все на самом пути. И вот, когда до некрептики приду, остается буквально 10-20 шагов, раздается громкий взрыв. Дельки пламени, клубы дыма. Кони пугаются, стоят, когда вы сбрасываете седоков, разворачиваются и мчатся в обратную сторону. Так же сметают все на самом пути. И кони не кешат. Ну и вход в виду практически перешел. Простепенно оружие совершенствуется. Появляются вот такие тяжелые, закиненные пищали. Ну, с таким полем не поведешь. Потому что некоторые образцы такого оружия висит за 50 кг. Поэтому они служили для защиты замков и крепостей. Вот этот крюк, называемый газом, цеплялся в такой позиции, что позволяло погасить и мягче отдачи при выстреле. И чтобы риту не сломалось, ничего не откинуло назад. И уже с помощью механизма петинного замка поднести тлеющий петин к запальному отверстию. Продолжение следует...